Приветствую вас, жители! Третья часть сети Skylines вышла. Так, как я и говорил, мы сегодня начнем перестраивать транспортный узел, который вы сейчас видите на своих экранах. Я тут откопал отличный мод, который позволяет делать вот такие классные кинематографичные хренатушечки. Вот, собственно, теперь буду вставлять такие вот классные штучки. Надеюсь, вам понравится. Переходим, наконец, медленно, но верно, к действию. Что мы тут имеем? По идее, все это дело придется снести, даже вплоть до проспекта. Наверное, даже вот досюда. Начинаем великий и ужасный снос. Простите, ребята, это ради вашего же блага. Надеюсь, потом вы скажете мне спасибо, потому что если нет, будете, сука, пешком ходить. Это мы тоже убираем, и здесь мы все убираем. В принципе, вот эту дорогу можно оставить. Она служит больше для людишек, которые идут на работу, чем для грузовиков. Хорошо. Что мы тут, собственно, имеем? Мы имеем трехполосное шоссе туда и обратно. И, по-моему, если я не ошибаюсь, у меня уже открыто двухполосное шоссе. Да, вот оно. Давайте заменим вот таким вот образом наше основное шоссе. Дело в том, что, мне кажется, учитывая наши живые, так сказать, помещения, двухполос нам вполне достаточно будет. Прокладываем все это дело вперед, хотя бы досюда. Ну и, конечно же, вот это прокладываем тоже досюда. А значит, у нас есть туда и обратно линии. Да надо это сделать каким-то полукругом, что ли. Ладно, попробуем. Допустим, на одну секцию мы поворачиваем сюда. То же самое делаем сюда. Здесь у нас все хорошо. Производим точно такие же телодвижения с другой стороны. Вот так вот. И здесь у нас просто получается прямая дорога. Теперь надо все это дело в правильную сторону направить. Прекрасно. У нас есть такая микроокружная, которую можно подключать к основным артериям, так сказать. Посмотрим, как это получится сделать. Шоссе с двухсторонним движением. Это мне пока не подходит. Возможно, мне подойдет вот это. Сейчас мы быстренько это проверим. Ясно, место уже занято. А, ну вот таким образом, да, работает? То есть я смогу сделать вот такие съезды. Нет. Одна полоса мне не подходит. Придется делать такое же шоссе. Нужно вывести такую небольшую секцию шоссе. Допустим, вот досюда. Теперь попробуем сделать отсюда внятные съезды. Ну, вроде смотрится не особо колхозно. В принципе, даже прокатит. Однако, здесь просится у нас разворот. Хотя, конечно, кстати, неплохо получилось. Да, вы не находите? Но типа, ну да, все прекрасно. Так и оставим. Единственное, нам, конечно, нужно еще один разворот по вот этой дороге, потому что мало ли люди захотят вернуться. Да? Ну, всякое бывает. Поэтому? Поэтому ни хрена не получается. Ладно, придется делать эстакаду. Че уж тут. Че уж тут стесняться. Наполовинку. Поворотик. Вот так и спускаемся. Ну и что это за дерьмо? Я знаю, я вас предупреждал. Здесь неправильный угол. Ну, хоть так будет. Да, это не самая лучшая развязка. Сильный угол. Но суть понятна и работает. Хорошо. Теперь уходим на промышленность. Допустим, отсюда. Да, здесь будет прекрасно. Ушли. Теперь нам нужно оттуда прийти. Пробуем сделать вот так. Отлично. А здесь соединяем вот такой дорогой. Ну, я не знаю, как это все будет работать, честно говоря. Но это я просто пробую, поэтому сильно меня не пинайте. Правая промышленная зона имеет въезд и выезд. Это классно. Теперь надо разобраться вот с этой зоной, которая не имеет пока ни хрена. Давайте это сделаем. Здесь должен быть выезд. Это прям вот как пить дать. Вот. Теперь нам нужен въезд. Можно, конечно, сделать эстакаду вот отсюда. Но, в принципе, учитывая, что у нас вот здесь есть такой вот классный разворот, я просто не хочу сейчас сильно тратиться на мосты. Я попробую использовать его. Здесь вот прям с этого разворота мы уходим примерно сюда. И вот так. И идем прямиком вот в эту дорогу. Вот такая хрень у нас получилась. Не знаю, что это даст, но буду надеяться, что ничего плохого. С этим разобрались. Дальше у нас что? Так, въезд в жилую зону есть. Здесь, наверное, смысла нет особого колхозить. Ну, можно добавить, в принципе, въезд вот сюда. Это все потом. Давайте посмотрим, как будет работать эта система. Запускаем трафик. Тут, кстати, у нас дикий пожар какой-то. Ох, нифига себе. Да что там? Что тут за шумахер у нас? А? Летчик-космонавт. Да, здесь уже проблемка. Ну, ничего, доедет. Давайте немного подождем, чтобы трафик более-менее поднабрался. И посмотрим, как это все будет работать, так сказать, под нагрузкой. Пока меня все устраивает, кроме вот этого. Так, что мы можем сделать? Нам нужен въезд-выезд, въезд-выезд. Да, это, конечно, такая задача, не из легких. Ну, допустим, если я сделаю вот здесь въезд и рядом выезд вот таким вот образом, почему-то они сужаются. Почему вы сужаетесь, товарищи? Ну, ладно, не суть. Вот это, если я убираю, то тогда у нас получается здесь выезд отдельный. Дайте, честно говоря, колхозом попахивает. Так, попробуем разобраться, что здесь можно сделать. Здесь мы сделаем выезд. Прям вот такой вот прямой, который пойдет вот в эту сторону и от него ответвление вот в эту сторону. Наверное, даже вот отсюда. Вот таким вот образом. Однако здесь должно быть шоссе. Нет, не должно быть. В обратную сторону и заезжаем вот сюда. Заехали. Ну, здесь все, так скажем, по стандарту. Выезд и въезд. Дерьмо какое-то получилось. Вот так выглядит более-менее натурально. А то получалась какая-то хрень. Так, здесь у нас светофор, поэтому мы, наверное, вот эту дорогу оставляем. Но светофор нам придется убрать в любом случае. Он здесь нафиг нам не нужен. Это второстепенка, все остальное главное. Осталось только последнее. Сделать отсюда выезд. И похоже, друзья мои, здесь не обойдется без гребаного моста. Заезжаем на эстакаду, которая прилепляется ко всему, но только не к томушечку, к чему надо. Допустим. Так, здесь прямая у нас пойдет. И поворачиваем вниз. Примерно сюда. Ну и въезжаем, так сказать. Отлично. Въезд сделан. Но, блин, вот такие вот варианты меня, конечно, не особо устраивают. Но я же говорю, только учусь, поэтому вы сильно там не ненавидьте меня. Проверим, как все работает. Нифига себе, вы даже тут разворачиваться можете. Ну, ладно. Небольшие заторы случаются, но я думаю, что это не сильно большая проблема. Подождем немного, посмотрим, как оно все будет. Я, вот честно вам, друзья, признаюсь, я нифига не смотрел никаких гайдов, как можно сделать город без проводов. Да что ж ты все горишь-то, скотина? Вы вообще будете работать? Нет? Все горит. Так вот, я не смотрел никаких гайдов, поэтому я, грубо говоря, думаю прям вот на ходу, ничего не планировал. Имейте это в виду. И, кстати, помните, я говорил про райончик? Вот этот. Он получает своего владельца. Это будет Казачкова, потому что засланный Казачок написал комментарий первым. Отлично. Так, ну что? Пока все работает, да? Даже и здесь как бы заторы вроде бы прекратились. Это хорошо. Это просто офигительно. А знаете, что еще офигительнее? У меня есть охрененная потребность в людях, в жилых зонах, а вот зон этих самых у меня нету. Поэтому давайте немного расширим вот этот райончик, чтобы уже наконец дотянуть до 5000, а то у нас уже 4900. Не будем сильно выпендриваться. Дотягиваемся. Ну покажите мне хоть точечку-то. Вот она точечка. Мы, грубо говоря, просто делаем еще одну окружную в этом райончике. А вот здесь, мне кажется, нужно ее возвращать на место. Только вот таким вот поворотиком. Приехали. Отлично. Что у нас с водичкой? Водичка не достает, и это печально, потому что целую трубу тащить, наверное, дорогое удовольствие. Ну что ж поделать? Ничего было не рассчитано. Начинаем заселять людей. Здесь, наверное, будут магазинчики. Это же все-таки въезд. Поэтому закупились, поехали жить. Живите, процветайте и все такое. Что-то мне кажется, дофига я построил здесь домов. Но здесь точно коммерческая зона не помешает. Готово. 5000 нам обеспечено. Это вопрос времени. Сейчас посмотрим, что нам откроется. Немного ускорим процесс. Здесь уже началось вовсе строительство. А вот и 5000. Районный городок. Новые функции, градостроительная политика, специализация. Неплохо. Так, это что такое? Запрет велосипедов на тротуарах. Нет, уж спасибо. Зато у нас есть куча классных дорог. Рыболовные туры. Автовокзал. Конюшни верховых лошадей. Нифига себе, здесь даже такое есть. Я что-то как-то и не знал. Скейт-парки всякие. Господи, боже мой. Медицинская лаборатория. Наверное, чтобы всякие Эболы изучать. Ладно. Давайте немного расширим нашу промышленность. Она как раз хочет этого очень. И вот я, знаете, что думаю. В принципе, можно снести нафиг вот этот вот район, который, ну прям так скажем, сильно-таки нам поднасрал, и перекинуть все на сельскую промышленность. Но вот не знаю, как это будет работать. В принципе, сейчас город приносит 4 тысячи в неделю, и это хорошо. Можно с этим работать дальше. Однако, мне очень хочется вот эта вот высокая плотность. А чтобы ее достичь, нам придется раскочегарить город до 7,5 тысяч человек. То есть нам нужен как минимум еще один район. Давайте решим, где он будет находиться. А в следующей части мы построим его. Это будет самый большой и самый такой, как это сказать, продуманный что ли район из всех, что я строил. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Как получится на самом деле, увидим. Но и одно я знаю точно. Здесь придется строить развязку бабочку. Точно придется строить эту долбанную бабочку. Я, кстати, сам заморачивался. Я строил это. Тут они есть? А тут они, в общем-то, есть. Можно прям взять и воткнуть будет. Да, но только она... Это шоссе сдвигать придется. Какой кошмар! Она довольно, кстати, большая. Не думал я, что она будет настолько большой. Да что ж ты не цепляешься, как надо? Ну да, в принципе, колхозить какой смысл, если можно ее построить? Сколько она стоит? 29 тысяч баксов. Либо построить еще одну развилку вот здесь. Но это меня не интересует. Ладно. В общем, это дело будущего. Сейчас я могу сказать точно, что наш город чувствует себя дерьмово, потому что у него опять нет воды. Что у нас с водой? С водой все нормально. В чем проблема? До вас, ребят, не дотекает? Простите за выражение. Может, вот так сделать? Так получше будет? Смотрите-ка. Что-то дотекло. А, то есть у нас появился напор воды, да? Теперь досюда не дотекает. Хм. Интересненько. Наверное, отсюда хреново течет водичка. А у нас есть какие-нибудь подстанции? Водяной резервуар. Водяной резервуар хранит излишки воды на случай непредвиденных ситуаций. У нас излишек нет, у нас дефицит. А служба откачки воды, это нам пока не надо. Я погуглил, что это. Водосброс свежей воды. Где бы ее взять? Тыщи эту свежую воду. Короче, я думаю, что нам требуется вот здесь водонапорная вышка. Она хоть чуть-чуть обеспечит давление этому району. Если, конечно, я прав и давления реально не хватает. Но вот они лопаются. Вот теперь они лопнулись все. Главное, чтобы канализация справлялась. А у нас тут уже как бы... Кто-то писал, что я озеро засрал. Ты чертовски прав. Озера больше нет. Есть большая помойная лужа. Затопление дерьмецом. Эх, беда. Ты выкачиваешь, а дальше у нас какая-то непонятная хрень происходит. Мне вот здесь, честно говоря, подтопление говном совсем не хотелось бы испытывать. Но я почему-то его испытываю. Неужели прибегать к терраформингу, скажете мне? Есть, конечно, другой вариант. Эта водичка у нас идет в то же озеро, правильно? Поэтому мы можем взять одну из вот этих вот отводных труб и перенести ее. Перенести ее вот сюда. Вниз. Я же купил это место? Да, я купил. Вот сюда мы ее перенесем. Пускай сливает. Это будет весело. В любом случае все потечет в то озеро. Подключаемся. А, да, электричество, простите. Забыл. С электричеством, кстати, скоро опять возникнут проблемки. Блин, у нас тут еще мост этот. Как-то не кстати. И тут, тут не кстати. Здесь, что ли? Блин. Не люблю я, знаете, тратить баблинский. Хреново видно. Но оно потекло. Посмотрим на ускоренном режиме. Оно течет. Отлично течет прямо в озеро. Теперь здесь должно подубавиться. Ну что, друзья, у нас такая вот строительная оптимизированная серия получилась. Она будет, я так понимаю, не особо длинной. Но зато мы совершили отличный подвиг. Я разгрузил этот долбанный город. А вы сами понимаете, пробки это прям бич любого города. Нам они нафиг не нужны. Я даже не ожидал, что, собственно, таким образом от них можно избавиться. Ну, в смысле, я же еще тот проектировщик. В любом случае, рад, что вы смотрели. Если вам, конечно, понравилось, я рад вдвойне. На этом мы, пожалуй, закончим третью часть. Ну, а в четвертой, как я и обещал, мы будем строить вот здесь какой-то большой-пребольшой райончик. Который потребует серьезные вложения. Как и денежные, так и умственные. Надеюсь, со вторым проблем не будет. Потому что денег у меня 201 тысяча. Нафармил я, так скажем, знатненько. Окей. Спасибо, что смотрели. И по кусечке. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok